Здесь собрались юнкоры всех школьных пресс-центров Курагинского района, обучающиеся по программе «Школа молодежных СМИ». 14 апреля в Центре дополнительного образования прошел районный конкурс юных журналистов «Пресс-школа-2018», посвященный Году гражданской активности. Команды школьных редакций и телестудий из 20 школ Курагинского района представили свои газеты и телепередачи в трех номинациях «Агентство добрых дел», «Движение – это жизнь», «Туризм – будущее нашего района». Мы умеем все на свете, мы талантливые дети, каждый раз врываем куш журналисты Центра УЖ. Содержание всех конкурсных работ было оценено экспертами заранее. На защите юным корреспондентам предстояло представить свои пресс-центры и сделать рекламу своей газеты или телепередачи, аргументировав выбор темы и подбор материала. Эксперты и другие участники в ходе защиты задавали конкурсантам вопросы по теме выступления. Юные журналисты очень старались, придумывали креативные выступления. Всего было представлено 16 школьных газет и 16 видеороликов. Я очень была рада тому, что мы победили. Было все интересно. Что еще бы могла сказать. Я была рада, что я попала на этот конкурс. Я посмотрела других участников, как они работали. Посмотрела их видео, увидела, какие ошибки, какие нет. Еще научилась тому, что надо делать, что не нужно. Темы ребята выбирали для своих работ самые разные. После участия в работе телешколы у них возникли новые мысли. Я бы хотела снимать сюжеты про доброту, то, что надо помогать людям, пожилым людям, также и простым, также животным, природе. Еще бы можно было снять, ну, если так, то какие на свете люди есть, добрые или злые. После окончания конкурсных испытаний на торжественной церемонии награждения были подведены итоги. Первыми были награждены победители интернет-голосования. Обладателями приза зрительских симпатий стали команды из Краснокаменской школы, газета «Пегас» и Центра дополнительного образования. Видеоролик «13 причин почему». Экспертами были отмечены 10 лучших работ конкурса. В направлении «В печать» призерами стали команды из Кордовской, Можарской и Минской, Кочергинской школ и Курагинской школы номер 7. В направлении «Телефристайл» призерами признаны команды из Артемовской, Белоярской, Березовской и Минской школ и Центра дополнительного образования. Победителями стали 6 команд – Белоярская, Черемшанская, Артемовская школа в направлении «В печать» и Черемшанская и Курагинская школа номер 7 и Центр дополнительного образования в направлении «Телефристайл». Для меня журналистика – это возможность показать людям не только свое мнение, но и вообще то, что происходит вокруг. Потому что очень часто мы просто не обращаем внимания на какие-то мероприятия, на мысли других людей. Журналистика, она как раз-таки показывает взгляд других людей на наш мир, на наше общество. В сегодняшнем конкурсе мне понравилось то, что жюри были очень дружелюбные и понимающие. Хотелось бы пожелать, чтобы участники были более активные. Не знаю, может быть просто неопытные, может быть стесняются, волнуются, еще что-то. Но вот активности действительно очень не хватало. Также хотелось бы пожелать удачи тем, кто собирается заниматься журналистикой в будущем, кто хочет выбрать ее уже как свою профессию. Действительно, такие люди нужны стране. Завершилось мероприятие грандиозным флешмобом «Кто, если не мы?», в котором приняли участие все журналисты. Те, кто занимаются с ребятами в школах, их преподаватели высоко оценили работу пресс-школы. Хотелось бы выразить благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия «Школа-2018» за праздник, который действительно очень ярко и красочно получился. И особенно хотелось бы поблагодарить куратора направления теле «Фристайл» Елену Александровну Сухачеву за ее упорство, за ее настойчивость, за работу Центра дополнительного образования, благодаря которым мы совершенствовали свое мастерство, росли и развивались. Спасибо большое.